Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас онлайн на площадке Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы. Сегодня у нас в гостях в таком интернет-формате наш дорогой друг и большой друг нашей библиотеки, доктор исторических наук, профессор Михаил Владимирович Дмитриев. И сегодня мы поговорим о Брестской унии 1596 года и ее влиянии на историю славянских народов. Михаил Владимирович, прошу вас. Спасибо большое. Я действительно считаю другом Библиотеки иностранной литературы, потому что, будучи студентом, я там как раз писал свои курсовые работы, но потом всякий раз прийти к вам – это большое удовольствие. Я хочу сказать спасибо Ивану и всем коллегам за приглашение. В анонсе было сказано, что моя тема – это Брестская церковная уния и греко-католическая церковь в истории Украины и Белоруссии, не всего славянского мира, но Украины и Белоруссии, конечно. Но любые вопросы, которые дальше будут, можно задавать, если они касаются даже и славянского мира, насколько возможно, я на эти вопросы буду отвечать. Вот сейчас я уже, собственно, смотрю на свой план, и я не знаю, выведем уже на экран, да? Михаил Владимирович, я хотел бы добавить, чтобы наши зрители задавали в комментариях вопросы, вот кто на Фейсбуке смотрит, кто на Классниках видит, чтобы была обратная связь. Да-да, конечно, конечно. Ну, и если вы за этими вопросами будете следить, это будет удобнее, чем мне самому, да? Ну, вот, это вот нам показывают очень любезно, это карта региона, о котором мы говорим, Речь Посполитая, как она сложилась в 1669 году после Люблинской унии. И, как мы знаем прекрасно, в Речь Посполитую входили восточнославянские земли, очень значительная часть Украины и практически вся Белоруссия, а одновременно не входили какие-то польские земли. И, собственно, та драма, о которой мы сегодня будем говорить, разворачивалась именно на этом пространстве. Это драма и польской, и литовской, и, значит, белорусской, и украинской истории. Причем польская, в общем-то, не в меньшей степени, чем украинская и белорусская, потому что, оказалось, Речь Посполитая втянута вот впоследствии в Брестской унии. И тут я сразу немножко забегаю вперед, скажу, что, значит, вот вопрос, который дебатировался в историографии и в исторической памяти польской уже в конце XIX века, и потом это продолжалось, не уния ли сгубила Речь Посполитую? Причем так вопрос ставил такой знаменитый иезуит, автор многотомного исследования по истории иезуитов Польши, Золенский. Ну и потом к этому дело возвращалось. В каком-то смысле вопрос поставлен очень остро. Но если можно, я вот сейчас спросить, поместить на экране план, будет еще лучше. Да, вот план, если будет, то будет совсем хорошо. Вот, и в этом плане, соответственно, есть вот вначале то, как лекция была объявлена в анонсе. И, собственно, эти два вопроса после некоторой библиографии, к самой кратке, но самой основной, я воспроизвожу, говоря, как обычно, вот предмет лекции – это, значит, Брестская церковная уния и ее последствия. А вопросы, которые мы ставим, они два только, да. Почему утверждение Брестской унии привело к острым и часто кровавым конфликтам в украинско-белорусских землях, да. Вот если можно, уже ниже надо провернуть, значит, вы пока в библиографии находитесь, Иван. Вот надо ниже провернуть, да, чтобы вот был уже, да-да, вот это вот, где красненько, да. Просто, когда можно смотреть на экран, это и на план, то много легче получается понять, о чем, собственно говоря, идет вещь. Ну и, наконец, второй вопрос, а какую, собственно, роль в истории Украины в данном случае, мы не будем говорить о Белоруссии слишком много, но о Белоруссии покасательной, сыграла Брестская церковная уния в 17-20 веках, вплоть до 20 века. Я не знаю, насколько мне удастся дойти до 20 века, потому что сюжетов, которые предшествуют еще 20 веку, очень драматических, очень интригующих, очень таких важных, достаточно много. И вот я сейчас нахожусь в пункте 3 моего плана, точка отсчета 15-16 век и Брестская церковная уния. Соответственно, нас интересует, прежде всего, вот как именно Брестская уния была заключена, почему она была заключена и в чем состояла. И я, соответственно, даю комментарии по всем пунктам моего плана. Вот комментарии по пункту отношения православных католиков в Речи Посполитой накануне Брестской унии, шире в 15-16 веках. Тут надо понять, что не то, что была идиллия какая-то, но отношения между православными и католиками, особенно в самом конце 17-16 века, когда была подписана так называемая Варшавская конфедерация, шляхта потребовала от нового короля Генриха Волуа, чтобы ей была гарантирована шляхте, как одна из шляхетских привилегий, свободы и вероисповедания. И это потом включалось в присяги, которые подписывали короли, в том числе Стефан Баторий и Сигизмунд III, Владислав IV, Ян Казимир и так далее. И по расширению вот эти условия распространялись на православных. То есть православные тоже должны были исповедовать свободно свою православную веру. И вообще в конце 16 века все выглядит почти как-то идеально, прям романтически. Есть замечательные свидетельства одного такого белорусского шляхта Федора Юлашевского о том, как прекрасно во время перов, которые сопровождают сеймы или сеймики, или после сеймика, вот он садится за один стол и выпив какое-то количество вина и пива и закусив, они начинают рассуждать с антитринитариями, с кальвинистами, с католиками, но евреев там правда нет, и православными друзьями о том, что же такое вера. Ну и такое свидетельство не единственное. И, собственно говоря, вот мы должны понять, в чем драматизм ситуации, потому что сама по себе унионная инициатива, она родилась именно из этих таких очень розовых, прекрасных, прекраснодушных надежд на то, что дальше будет еще лучше, потому что еще исчезнет противостояние между Киевской митрополией, которая подчиняется Константинопольскому патриарху и Риму. И, соответственно, чем была вызвана эта унионная инициатива? Это следующий пункт в моем плане. Она родилась в 1590 году, мы это точно знаем совершенно, дата известна в июне 1590 года. Несколько епископов написали письмо, которое пока еще положили под сухно для того, чтобы в должный момент отправить в Рим и предложить унию. И чем была вызвана эта инициатива? Она была вызвана не просто таким вот экуменическим, таким прекраснодушием, она была вызвана еще тем, что в 80-е годы все предшествующие, 5, 6, 10 даже лет, а можно сказать, с конца 70-х годов в Киевской митрополии, то есть в украинских и белорусских землях, нарастал постоянно конфликт между мирянами, в том числе очень важными мирянами, которые были богаты, влиятельны, занимали важнейшие посты в иерархии Речи Посполитой, и горожанами тоже, и православной иерархии. У мирян и у православной иерархии были разные взгляды на то, как надо развиваться церковь. Сам по себе этот сюжет очень интересный. Если бы вдруг Иван, библиотека, захотел бы когда-нибудь об этом поговорить, я с удовольствием это бы сделал, потому что это особое такое выражение специфики православных традиций, действия мирских братств в Речи Посполитой в конце XVI века. И, соответственно, дальше я пишу роль епископа Гедуана Балабана, Кирилла Терлецкого, Ипатии Патея, то есть Владимирского, Львовского и Луцкого, и Владимирского, и Михаила Рогозы, и митрополита, и князя Острожского по подготовке уни. Все они и другие представители духовенства, практически все, были вовлечены в то, что унию хорошо бы заключить. Почему нет? Прекрасно, да? Выгоды будут двояки. С одной стороны, мы наведем порядок в церкви, а с другой стороны, мы, значит, вот осуществим некий идеал христианского единения. И вот уния началась подготавливаться, значит, в 95-м году. Там был особый такой момент, 94-й год, когда миряне и духовенство собрались на очередной собор, в очередной раз в Бресте. Вот, и миряне во главе с крупнейшими магнатами, в частности с Федром Скуменным-Тушкевичем и некоторыми другими, заявили, или вы, епископы, подчиняете сейчас нашему сценарию того, как должна развиваться церковь, а это предполагает, что мы, миряне, будем контролировать практически все, кроме богослужения. Или мы вас отодвинем от власти. Ну, я не буду в детали входить, очень интересно. Ну, и епископы в это время, значит, в этот момент именно обратились в Рим, написали письмо, значит, Диану Замойскому, канцлеру Речи Посполитой. Я был очень счастлив, когда я неожиданно, в общем-то, нашел в архиве Замойских в Варшаве в 1595 году никогда прежде неизвестное письмо как раз Кирилла Терлецкого и Михаила Рогоза адресованное, паническое такое письмо, нетвердым почерком написанное, которое говорит, верь всему, что скажет устно мой посланец, потому что на письменной, на бумаге я это не могу сказать. И вот после этого начинается, значит, подготовка конкретно уже и, соответственно, составляются условия унии, о которых мы скажем чуть меньше. Значит, этот проект состоит в том, что надо перейти под юрисдикцию Папы Римского вместо Константинопольского патриарха при ряде условий, при соблюдении ряде условий. Эти условия были выработаны постепенно. Обычно пишут, что они были якобы на соборе, собора на самом деле не было. Значит, сейчас неважно. И вот после этого, значит, два епископа, Ипатий Котий Владимирский, Кирилл Терлецкий Луцкий, они, значит, поехали в Рим осенью 1595 года. Ну и есть одна такая интереснейшая деталь, такая живая почти для кинематографа. Я вообще жду, как когда-нибудь белорусские или украинские коллеги сделают фильм о Брестской унии. Это будет очень интересный, может быть, очень интересный сериал. Ничем не хуже, чем, скажем, сериал про русский раскол или про Ивана Грозного. Вот они, значит, поехали в Рим. Но перед тем, как они поехали, там была одна очень интересная история. Поляки, польское правительство заколебалось. Сенат, король, его советники сказали, что нет, мы видим, что сейчас оппозиция унии нарастает. Почему-то Константин Островский, который до этого унию поддерживал, теперь приходит, значит, в оппозицию. И они направили даже письма, соответственно, во Владимир и в Луцк, Кириллу Терленскому и Патию Потью, о том, чтобы они не ехали. А тогда, когда эти письма пришли в эти два города, Кирилл Терленский, и Патию Потью уже выехали. Я сейчас объясню, почему важна эта деталь. Они приехали в Краков, а им говорят, вы знаете, мы вам письма послали, чтобы вы не приезжали, потому что дело слишком рискованное. Они говорят, а мы письмо не получили. Ну, говорят, ладно, так или иначе, мы соберем совещание у короля, будем вопрос обсуждать. Об этом совещании сохранилось несколько страниц релиации Нунция Германика Маласпина, который представлял, значит, римскую курию в это время в Польше. Он, правда, не называет там ни одного имени, но в данном случае это не принципиально. Он говорит, во время этого совещания одни стали говорить, вы знаете, это слишком рискованное дело посылать их теперь в Рим. И кроме того, вообще мы можем католицизм распространять на Востоке и без всякой унии. А другие, в том числе Сигезмун III, сказали, вы знаете, а посмотрите, что произошло. Божья воля проявилась. Мы им послали письма, а они, значит, на них не ответили, они их не застали. Что это знак? Это знак того, что есть некое провиденциальное указание на это все. Ну и судя по тому, как об этом пишет германика Маласпина, все, значит, ахнули и сказали, ну да, значит, надо посылать, ну я немножко утрирую, но немножко совсем, посылать посольство в Рим. Послали это посольство в Рим. И там одна очень интересная вещь. Вот они там почти два месяца ехали. В ноябре они приехали в Рим. И когда они приехали в Рим, папа и его секретарь Антониони их принимают. И, значит, они говорят папе Климентию, Клименту VIII и Антониони, и некоторым другим. Ну вот мы приехали с вами разговаривать об условиях унии, которые мы послали через Нунц еще в июле этого года, и вот этот секретарь папы, поскольку там все документировалось, он оставил записки об этом. Он говорит, его святейшество ужасно удивился этому, и обернулся ко мне, сказал Антониони, о чем речь? Антониони понял, что на самом деле они не готовы ни к каким переговорам, и вообще с трудом, как я припоминаю, вспомнил, о чем идет речь. И он сказал, вы знаете, дорогие друзья, вот как вот сейчас вот тоже вот Иван Ридель сказал, что вдруг библиотеки и так далее, вот я еще заболел немножко. Говорит, вы знаете, на ваших одеждах столько пыли, у вас такой усталый вид, вы так устощены такой длинной дорогой, два месяца, что вы, пожалуйста, сначала отдохните, а потом будем вопрос обсуждать. Ну они пошли отдыхать, соответственно, им дали прекрасный там, ну типа порца такого, да, они об этом потом написали, и в это время римская документация показывает, что вот сполошился секретариат, сполошились, значит, люди, которые там были, и стали искать, собственно говоря, эти артикулы, нашли их, собрали срочную комиссию, значит, стали готовить, и один экспертный ответ был до этого, и каким-то образом вот в этой спешке, которая продолжалась чуть меньше полутора месяцев, подготовили церемонию 23 декабря 1595 года, которая состоялась в Константиновском зале Ватикана, собрались все послы, какие только были в Риме, в это время собрались, то, что мы называем, ну, конклавом, то есть собрались советники, епископы, папа собрался, но, правда, папа полу лежал, потому что у него была подагра, вот, и во время этого и церемонии торжественной, очень, и Патий-Потий зачитал по латыни исповедание веры, а Кирилл Терлецкий прочитал исповедание веры по украинско-белорусски на тогдашнем языке, и это было перейдено на латынь, да, и что же мы читаем в этом исповедании веры? В этом исповедании веры мы читаем, что мы два епископа от имени всей православной иерархии Украины и Беларуси, но Украина и Беларусь не употреблялись, киевская метрополия, признаем отныне все нормы учения католической церкви, во всем подчиняемся папе имени, признаем все нормы Триденского собора, в том числе норму о первородном грехе, если было бы время, я бы пояснил, почему это так важно, и, соответственно, уния провозглашается, издается соответствующая такая булла, или энциклика, булла-то так, по-моему, да, и, соответственно, происходит богослужение, вот, ну, и уния считается провозглашенной, и дальше начинается одна очень интересная вещь, я вот тут пишу, а что же делали два епископа в Риме в январе-марте 96-го года, так все вроде провозглашено было, они почему-то находятся в Риме еще в январе, в феврале, до начала марта, и, согласно документации, которая до нас дошла, значит, они все время приходят в Ватикан, в резиденцию папы, и говорят, мы хотели бы еще поговорить об унии, им говорят, сейчас папа болен, сейчас у папы большие важные дела по поводу анти-турецкой лиги, сейчас у нас еще какие-то дела, и, в конце концов, вот это все откладывается, откладывается, а в один прекрасный момент им сообщают, что они получили письмо из Польши через нонция германика Молоспина о том, что Константин Острожский, главный противник унии, очень богатый магнат, очень богаче самого короля, вот, и очень решительный противник унии, он грозил тогда, когда они уезжали из Польши, что он послет 200 своих всадников, они остановят Кирилла Терлецкого, и Патти, и Потти, значит, на границе, при том, что вначале он был за унию, мы об этом еще можем поговорить, вот, им сообщают, что якобы, значит, Константин Острожский согласился на унию, да, и, значит, наши источники римские сообщают о том, что Кирилл Терлецкий, и Патти, и Потти очень обрадовались, заплакали, сказали, как все прекрасно, вот, успокоились, и после этого стали срочно собираться домой, и в конце, вернее, в начале марта, по-моему, не помню, 10-го, не важно, в начале марта уехали обратно, значит, в Польшу, но когда они приехали обратно, в мае, соответственно, 50-96 года, оказалось, что Константин Острожский никак, ни на какие компромиссы не пошел, и что вообще за это время сопротивление унионным проектам только нарастало, но я сейчас не буду давать никакие комментарии по этой, очень интригующей истории, так сказать, о каких-то вещах вы догадаетесь, но так иначе, вот, дело было провозглашено в Риме, они приехали сюда, в феврале они, значит, получили с собой целый ряд таких бул, которые были, так сказать, бреве, то, что называется, значит, не бул, а бреве, которые, значит, были направлены виднейшим сановникам Речи Посполитой и одновременно были, значит, направлены митрополиту Рогозе, вот, ну, и вот, сейчас я к этим двум вопросам, которые в пункте 3 обозначены, вернее, в пункте 2 обозначены красным, так почему же состоялась уния, и в чем она состояла, почему она состоялась, и почему, значит, в чем состояла, и что такое 32 артикула, да, непременно какие-то комментарии. Вот, возвращаясь к вопросу о том, почему была заключена уния, понимаете, нам сейчас уже нужно вооружаться все-таки данными, то, что называется, строгой науки, и понимать, что уния была заключена действительно по инициативе православной стороны, но вовсе не потому, что были вот такие, значит, экуменические, собственно, устремления как таковые, а потому что нужно было выйти из кризиса. Но вот это обращение в Рим не подразумевало, с их точки зрения, как ясно видно, никаких существенных перемен в самих обрядовых практиках, в вероучении, в устройстве киевской митрополии, то есть православной церкви Украины и Беларуси, они надеялись на то, что все останется как было, с тем только, что отныне будет, вот, ну, как бы присматривать за церковью, издалека не Константинопольский, патриарх Еремий или кто-нибудь еще, Феолипт, а будет присматривать, соответственно, Папа Римский. Ну, и нам сейчас предстоит еще, значит, объяснить, откуда вот такая уверенность, что так именно возможно. Для того, чтобы это объяснить, надо перейти к пункту 3 моего, соответственно, плана. Вот он, по-моему, сейчас там что-то выделено как раз, да? Но надо уже дальше продвинуть, Иван, я тут не очень вижу, да, мы уже находимся в пункте 3, вот в пункте 3, вот здесь, вот, 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 какие же мотивы выражены вот в этих 32 артикулах? И эти артикулы сопровождали письмом еще таким, обращающимся к Папе, где было написано, если мы получим удовлетворение всех этих условий, в этом случае, в этом случае, мы готовы навсегда, и мы, и наши потомки, находиться под юрисдикцией, под властью Папы Римского. Очень важное добавление. И что ж такое за условия они выдвинули? Ну, их можно сгруппировать, три артикула, 32 артикула, пять таких групп, да, во-первых, они говорят, ну, давайте будем разговаривать о тех вопросах догматических, которые делят православных католиков, о честилище, о филиокве, о восхождении Святого Духа, не только от Отца, но и от Сына, от Бога Сына. Но, однако, мы будем об этом разговаривать, вы нам это будете объяснять, но самое главное, вы нам должны гарантировать, что все специфические традиции, все обряды, все особенности нашего вероучения должны быть сохранены. А о филиокве и о честилище мы готовы разговаривать. Дальше они говорят, вы должны нам непременно помочь восстановить канонический порядок в церкви, то есть подчинить нам братства мирские и восстановить нашу власть. Дальше следующий мотив, это то, что обычно запоминается как раз, что мол, они требовали, после унии мы будем в таком же положении, как и католические епископы, и соответственно, все епископы, точно так же как католические епископы, должны быть введены в Сенат во главе с митрополитами. Это состоялось только в 1792 году, то есть в конце 18-го, накануне 2-го раздела речи поспорной. Ну и дальше вот на два пункта, Г и Д, которые я выделил красным шрифтом, я обращаю, чтобы внимание, они говорят, одно из непременных словий унии, это остановить экспансию католицизма, слово экспансия они, конечно, не употребляют, но не создавать на территории православных диатезий никаких новых католических храмов, и соответственно, те храмы, которые были прежде вернуть обратно православным, если они стали католическими, ну и никаких не обращать храмов отныне в католические храмы. И более того, если вы столкнетесь с тем, или мы столкнемся с тем, что будет какой-нибудь там вольнодумец, еретик, который будет отлучен из нашей православной киевской митрополии, то вы не имеете права его принимать в свою церковь, потому что церковь у нас теперь одна, то есть мы сами будем бороться со всякого рода вольнодумцами и бузатерами. Ну и, наконец, пятый мотив – это порядок выбора и утверждения митрополитов. Вот он самый удивительный, на самом деле, потому что в этих двух или трех артикулах написано, если отныне, тогда, когда мы выбираем митрополита, он будет выбран из числа епископов, а трудно себе представить, чтобы митрополита избрали бы не из числа епископов. Мы вообще не будем адресоваться в Рим за одобрением, за получением, так называемых, халитер-ресак, то есть такие документы, которые подтверждают, что это законный епископ. Мы просто сообщим об этом примасу католической церкви в Польше, и он как бы, ну, я бы сказал, позвонить в Рим, да, позвонить было невозможно, он даст знать в Рим, что здесь, мол, избран новый митрополит. Но вы можете легко догадаться, что все вот эти условия, ну, за исключением, может быть, Б, они были совершенно скандальны. Это что-то такое, что было совершенно неприемлемо для патолической церкви. Я сейчас не буду входить в комментарии, почему, если захотим, мы по этому поводу развернем дискуссию. Ну и дальше, вот какой был ответ римской стороны на эти условия? Я сейчас цитирую официальные документы, которые процитированы у меня в других документах, в других публикациях, которые входят в список. Вот он говорит, что происходит, значит, произошло время. Профтер, конвестор, адханг, вестом, матром, конвестором, трезина. То есть говорите, причем неоднократно, я сейчас не буду, разумеется, повторять цитаты, но многократно употребляется слово конверсия или обращение. Что значит конвесия? Из чего обращаются? Обратиться можно или из ислама, или из язычества, или из иудаизма, или из ереси. И дальше действительно оказывается, что говорится о том, что вот эти епископы, которые приехали в Рим, они, значит, провозгласили католическое исповедание веры письменно, да, и от своего имени, и от, значит, вашего имени «Омна с хересит схизмата и террора с депестат и суд». Заявили о том, что они ненавидят все прежние ереси, схизматические учения и ошибки, а особенно те, которые вас до сегодняшнего дня отделяли от Святой Римской Церкви. Ну и дальше можно продолжать, вот уже переходить к неофициальным документам, они в каком смысле еще более интересны, потому что там всякие регистры есть, ну разные, так сказать, и когда пишут об этом самим, значит, православным епископом, более аккуратно пишут, когда пишут между собой, то пишут более-менее откровенно, да. Ну и вот я беру одну из цитат, что, значит, в одной из фрагментов этой внутренней переписки сказано, что во-первых, нужно, чтобы они во всем согласились, во всем умни на менты, во всем согласились с решительностью с римской католической церкви, и в том, что касается, значит, существа, и в том, что касается формы выражения слов, ну, самих оборотов, да, эквантальная сустанция, эквантальная форма дели-лепароли, да, нон кончерненда в пальце пути, некоторые риты и, значит, церемонии, в которых возможны, может быть, некоторые, значит, вступки, но это не должно касаться истинной веры. Ну и, соответственно, возникает вопрос, а что, собственно говоря, это такое, как это все понимать? И вот я, конечно, когда читаю эту лекцию, я даже не то, чтобы, так сказать, не опасаюсь, но поскольку лекция записывается вот и на широкую публику, ну, кому-то она покажется такой антиуниадской, она не антиуниадская и не антикатолическая, да, но она вот ответственная с точки зрения того, что мы реконструируем на основании источников в конце 16 века и с точки зрения еще того, а что, собственно говоря, связывает вот унию, как она была провозглашена в 95-96 году 16 века с теми действительно кровавыми конфликтами, которые последовали потом. И вот я тут перехожу к пункту 4, если можно вот на пункт 4 сейчас перевести курсор, да, Иван? Вот пункт 4, да? Вот пункт 4. И, соответственно, ну, я не буду говорить никаких деталей о столкновениях, которые происходят уже в самом конце 16 века после возвращения епископов и до 620 года и того, как происходят, собственно, два разных собора в Бресте. Один, значит, поддерживает тунию, другой не поддерживает тунию. Насколько это драматично, что митрополит Рогоза в какой-то момент просто плачет и говорит, да, мы что-то сделали, что не надо было делать, но дело уже сделано, пути обратно нет. Это сообщает один из греческих участников собора, реляцию которого публиковал в свое время то ли Анастасий Филики, то ли Скархалецкий, кажется. Вот. Ну и в это время, ну, как такой эпизод, вот в 1608 году, то, по-моему, когда Ипатия-Потия проезжает по Вильню, на него набрасываются православные и хотят его зарубить мечом, но у него на шее толстая цепь, она его спасла от этого удара мечом, но зато ему отсекли два пальца. Ну, это только какой-то эпизод вот того, что происходит, собственно говоря. А в 1620 году в очень сложных для речи посполитых условиях, когда польская армия потепила тяжелое поражение от совместного турецко-татарского войска, значит, казаки спасают речь посполитую, и когда они спасают речь посполитая, они пользуются этим для того, чтобы восстановить православную иерархию в речи посполитой, не подчиняющуюся Риму. И, соответственно, вот южно-лимский патриарх Феофан, который возвращался из Москвы в это время, он восстанавливает, вернее, создает иерархию заново своей властью, что с точки зрения канона как бы и незаконно, конечно, если брать католическую точку зрения, потому что они уже подчиняются Риму. И, значит, все 20-е годы, все 30-е годы, все 40-е годы проходят под знаком попыток пересмотреть условия умней. Я сейчас не буду входит в детали. Если вы этим специально интересуетесь, я вам советую непременно заглянуть в самый легкий справочник по этому поводу. Это перездание истории русской церкви Матронита Макария, которые сопровождены очень подробными комментариями по поводу того, что происходило в первой планете 17 века. Ну и вот Милетий Смотрицкий, знаменитый Половский архиепископ, очень образованный человек. Это вот человек, который стал к вам с жертвой. Ему страшно, горько было, трагически горько было видеть, что продолжаются раздоры. Он пытался примирить церковь, но его, значит, попытки были отвергнуты и казаками, и значительные, большей частью того духовенства, которые остались на стороне православия. И, в конце концов, в отчаянии, после того, как он съездил еще в Константинополь, обнаружил, что тамошний, значит, тогдашний патриарх Кирилл Вукарис, он, на самом деле, скорее исповедует кальвинистские взгляды, чем протестантские взгляды, чем православные взгляды. Вот он пишет тайное письмо папе римскому и переходит в Унь. Ну, и после этого, через какое-то время, он уйдет. Ну, и, соответственно, вот мы говорим, что невероятно, острые конфликты, и одновременно происходит становление грехокатолической церкви. Это Павел Рокозый, Патий Потий, Иосиф Велимин Русский. Это три епископа, три митрополита, которые возглавляют, соответственно, униатскую церковь. Ну, я хочу вот тут вот выделенное прокомментировать Асофат Кунцевич и Витебской восстании 1623 года. После того, как вот Асофат Кунцевич стал полоским архиепископом и обнаружил, что его предшественник, формальный униат Загорский, ничего для продвижения унии своей епархии не сделал, вот Асофат Кунцевич очень энергично стал продвигать католические именно обряды, католические вручения, стал требовать, чтобы во время богослужения непременно поименались и этим самым спровоцировал очень жестокое восстание в Витебске в ноябре 1623 года. Он был человек очень смелый, отчаянно смелый, и он вышел вот к той толпе, которая бушевала и подошла к его дому, где он остановился и пытался проповедовать, и его ударили топором по голове, и потом его тело привязали к ногам лошадей и волокли по улицам Витебска, а потом бросили в двину. Ну, это просто лишний раз макомблические детали напоминают о том, что такое религиозные войны, вот того времени, которое, значит, является предметом нашего интереса. Конечно, польская власть ответила на это репрессиями, Витебск был решен Магдебургского права, 14, насколько я помню, человека казнили, то есть ничего хорошего, да? Ну, и были вот среди православного духовенства, значит, еще до этого, с самого начала, люди, которые резко выступали против Унии, и они теперь получили поддержку после того, как была восстановлена вот иерархия в 1620 году, потом знаменитые крестьянско-коразанские восстания, а потом, соответственно, униатский вопрос во время восстания под руководством Богдана Хмельницкого. Вот я тоже должен сделать какой-то такой комментарий, который, может быть, кому-то покажется таким провоцирующим, да? Вот когда мы пытаемся разобраться с тем, каково соотношение социальных, национальных и религиозных лозунгов деятельностей восставших в их мотивации, настолько, насколько мы можем это видеть, то мне кажется, пришло в Велиме признать, что главным образом на первом месте стоят религиозные лозунги. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого после 1649 года, когда он вернулся из победоносного похода и почти что взял в Львов и там двинулся одно время до Нюблина и вернулся, его в январе 1449 года встречают в Киеве как мессию украинского, русского, русского, как они говорят, уже характер религиозный и, соответственно, если кто-то этим заинтересуется, найдет соответствующие отсылки и соответствующий литературу. И в этом моем плане, который сейчас можно немножко провернуть дальше, я просто привожу какие-то примеры того, как это все выглядит в текстах, исходящих из канцелярии Богдана Хмельницкого, что мы боремся за восстановление старожитной греческой веры, что Христос нам помогает в этом, что поэтому мы обращаемся к православному христианскому царю, ну и так далее, и так далее. То есть риторика такая религиозная. Ну и не только риторика, я сейчас не буду входить ни в какие детали, у нас не научный все-таки коллоквиум, не научный семинар, чтобы показать, что это не только риторика, а что нечто большее. Вот он пишет в 1948 году, в июле 1948 года, что мы рассчитываем на вашу помощь, чтобы надплумить ляхов. И пока вы видите, это все цитаты из 1948 года, до того, как произошел перелом вот января 1949 года и дальше, когда это стало определенной религиозной войны. И вот в феврале 1949 года в записке, повезенной царю послом Богдана Хмельницкого Мужеловским, было сказано, что поляки христианскую веру мечом викореняли. Это, в принципе, немножко повыше, Иван, цитата. Вот не там, где красный виден. Но это не принципиально, да? Бог, видимо, смилостил народом, який негде, подлезал своим израильским неволе будущим. И, соответственно, вот вера христианская теперь будет спасена и так далее, и так далее. И дальше, что вот мы всего христиане желаем, чтобы царское величество, значит, московские цари, в данном случае, значит, Алексей Михайлович, чтобы они вот поддержали бы восстание на Украине. Ну и дальше, вот красным я выделяю тоже некоторые цитаты такие яркие, более-менее известные, что вот царскому посланнику сам Богдан Хмельницкий в ноябре 1949-го говорил, ненавидя православный общий с нами христианские веры, неприятели наши, безверные проклятые веры, ляхи, святые божьи, церкви, многие осквернили по своим проклятой верой, учинили костел, а православным учинили большое утеснение, проводя в свою проклятую ляцкую веру. Я хочу обратить ваше внимание, но это тоже заслужило специальных комментариев, что в ляцке здесь не означает польский на самом деле. Ляцкий – это просто полный эквивалент слова «католический», то есть эта риторика совершенно характерная для эпохи религиозных войн этого времени, когда протестанты проклинают католиков, католики проклинают протестантов, и те и другие проклинают аннобаптистов и антитринитариев, аннобаптистов и антитринитариев проклинают, соответственно, православных католиков и протестантов вместе взятых. Ну и вот есть, значит, знаменитая фраза Богдана Хмельницкого, который спрашивал, желали бы мы царского величества милости, потому что благочестивая православная христианская вера с нашей была одна, только бы нас неправдами и насилием проклятые религии от нее отлучили. Ну и, соответственно, вопрос, который возникает, а имеем ли мы дело с религиозными войнами? Я не буду это развивать, но просто те, кто заинтересовались бы, начали будут вопросы, я могу развернуть дополнительный аргумент в пользу того, что это надо понимать как религиозные войны, ничего особенного нету. И даже в одной из публикаций я уже предлагаю, значит, называть то, что происходит в Украине с 1648 по 1667 год 20-летнюю религиозную войну, как у нас есть 30-летняя война в имперском пространстве или, как мы не считаем, Германии, вот точно так же здесь была религиозная война. Ну и, соответственно, надо дальше объяснить, а почему, собственно, что такое произошло? И вот дальше я в пункте 5 своем говорю только об одном вещи. Вот когда мы пишем, вернее, читаем один за другим вот эти документы, сопровождающие подготовку Брестской унии, первые годы ее существования, мы видим, что две страны, католики и православные, постоянно друг друга просто не понимали. Вот, они не понимали в том смысле, что, значит, православные совершенно не понимали, что для католиков предъявленные православными условиями апостольное время совершенно неприемлемо, это невозможно просто. А католики не понимали, что если они пойдут на унию, то это, вот именно в том виде, в каком она была в основном времени, то это породит страшные конфликты. И, соответственно, вот в своих публикациях я предлагаю квалифицировать вот это столкновение двух разных пониманий одного и того же явления, но немножко, как вот, если хотите, столкновение, как вот, Горбачев и НАТО, Горбачев и Коль, Горбачев и Клинтон, не Клинтон, где до этого был, соответственно, Рейган, а потом, значит, Ельцин и Клинтон, когда вот нашим, значит, политикам кажется, что, возможно, какой-то такой мирный модус существования НАТО, и НАТО вообще распустится, а западные политики, как мы теперь прекрасно понимаем, не могли на это пойти по ряду таких, на мой взгляд, совершенно иррациональных соображений, и это стало одним из факторов, последствия которого мы до сих пор, значит, потребляем, да, расклёбываем. Ну и, соответственно, тогда, когда мы говорим, что уния была своего рода cultural misunderstanding, misunderstanding, вот, непонимание, которое было вызвано не нежеланием понять, а невозможностью понять, потому что были, оказывается, две разные системы представлений о том, что такое церковь, что такое компромисс, что такое, значит, примирение, что такое сохранение или сохранение традиций, ну и получается довольно такой резкий тензис, что религиозные войны стали расплатой за, я дальше многоточие пишу, за ошибку, закалчиваем миссандерский understanding. Конечно, этот тезис покажется кому-то рисковатым, но, тем не менее, он, как мне кажется, совершенно соответствует действительности. А теперь в функции 6 я предлагаю продвинуться немножко вперёд к последствиям унии в 18-19 веках и приведу просто некоторые примеры. Вот если мы берём, соответственно, время войны с поляками, с Польшей, с Речью Посполитой, во время Богдана Хмельницкого, то ясно совершенно, мы это хорошо знаем, католическая, вернее, униатская духовенство, греко-католическая духовенство однозначно заняло позиции пропольские, ну и это, в общем-то, можно понять, потому что униаты подвергались очень жестоким преследованию, очень жестоким, даже более жестоким, кажется, чем католики. И одновременно, значит, из-за того, что восстание было громадным и таким, как мы говорим, общенациональным, в нём переплетались, значит, религиозные, социальные и национальные мотивы, вот главным постоянно лозунгом было отменить унию на той территории, которая останется под контролем казахов. И вот это условие было едва ли не главным тогда, когда был предложен знаменательный гадический проект примирения в 1658 году, который предусматривал, значит, ликвидацию унии просто-напросто на той территории, которая войдёт в так называемое Великое княжество русское, или рутенское, или русское, которое, значит, соответственно, будет третьей частью Речи Посполитой, и Речь Посполитая превратится из дуального государства польско-литовского в реальное государство польско-литовско-рутенское. Ну и, соответственно, вот очень любопытная, конечно, история того, что было с гадическим проектом. Во-первых, католическое духовенство в Польше стало категорически против, в Риме стало категорически против, в Унии, вернее, в Нунце стали категорически против, но и Сейм, когда привезены были условия гадического проекта, значит, пересмотрелся, следующее комиссии, пересмотрели условия этого гадического проекта, и тогда, когда, значит, новый вариант был привезён обратно, вот, и, соответственно, Выговскому, и есть записка одного из поляков, который говорит, вот мы приехали, огласили эти условия, и полковники, кажется, Выговский сам встали и сказали, что же вы с нами сделали, и заплакав, пошли прочь. Ну, я ещё раз подчёркиваю, что это всё очень драматично, понимаете, тогда, когда, значит, православные пытались, и после этого даже, ну, хорошо, давайте хоть как-то попробуем компромисс найти, вот, может быть, не гадический проект будем реализовывать, а просто какие-то уступки католики сделают в Унии, не такой она будет, какой она была в 1596 году. И посылается, значит, в Рим казацкое посольство, предполагается его послать, это очень интересно, и даже униатский митрополит, вот, говорил календа, вернее, администратор, потому что митрополитов тогда не было, вот, Анастасия Селява умер, а Нову пока ещё, вот, календа ещё не стала митрополитом. Вот он, значит, тоже говорит, как его предшественник, Анастасия Селява, ещё больше как Иосиф Велевин Русский, говорит, нужен компромисс, непременно нужны какие-то уступки, да, и вот направляют в Рим меморандум, да, и что же, Константин, что же отвечает, соответственно, в Риме, а Риме говорят, это совершенно невозможно, да, если приедет этот Немирич от лица казаков, то пусть он приедет инкогнито, только для того, чтобы объявить от имени всех православных, что мы принимаем католическое вероисповедание, а собор, который будет потом создан в украинско-белорусских землях, должен лишь подтвердить это. Ну, понимаете, вот это всё, опять-таки, требует интерпретации. Вот как понять, что Рим оставался на таких твердокаменных позициях, не делая никаких уступок столу на православие, и, в общем-то, ничего другого, кроме как утверждение, что иначе для Рима было невозможно, потому что характер католических практик в это время был таков, что никакие компромиссы невозможны, другого, значит, тут не найдёшь объяснение. И вот более-менее очевидно, что в условиях казацкого восстания, польско-русской войны, польско-шведской войны, участие во всём этом Бранденбурга, участие во всём этом Трансильвании, то есть какой-то части оставшейся от Венгрии, участие во всём этом татар, соответственно, я имею в виду крымских татар и турецкого двора, вот в этих всех условиях не найти компромисса, не найти способности на компромисс, всё-таки очень удивительно. Это вот действительно такая твердокаменная, приверженность своим твёрдым принципам, которым нельзя поступиться. Ну почему? Потому что мы имеем дело с людьми религиозными, мы имеем дело вот с тем, как вот Мартин Лютер в 1521 году на воробском Рейхстаге, как известно, сказал в присутствии Карла Пятого, на том стою и не могу иначе, если бы Фридрих Саксонский его бы не увёз вовремя из Вормса, то, скорее всего, Лютер сгорел бы на косты, точно так же, когда это сгорел в 15-м году, соответственно, Ну а после Унии, вот я сейчас не буду тоже, значит, говорить то, что не Унии, вернее, после, значит, андрусовского перемирия и после того, как Левобережная Украина и Киев через какое-то время ушли в состав российского государства, а Правобережная Украина оказалась Подолея, соответственно, Волынь, оказались, остались в составе, соответственно, Речи Посполитой. Ну, просто вот я напоминаю какие-то вехи, что ещё долго сопротивлялось православное духовенство, перехода в Унию. Но, в конце концов, Перемышлевский епископ, глава самой большой епархии православной, перешёл в Унию, потом Кирилл Иосиф Шумлянский, потом Дионисий Жабокритский, потом Львовское Ставропегальное Братство, потом Почаевский монастырь. И единственным, значит, православным подразделением, которое оставалось на территории Речи Посполитой, это была Могилёвская Мстиславская епископия, поддержанная из Москвы и, соответственно, условия и Андрусовского перемирия, и потом, соответственно, Вечного мира 1686 года и других договорённостей подтверждали, что Россия, Московская Русь имеет право надзирать, поддерживать Могилёвско-Мстиславскую епископию, соответственно, православных Речи Посполитой. И одновременно, вот дальше я напоминаю вам о ещё одной драматической стороне дела, взяв только одну лишь цифру. Первоначальные условия Унии говорят о том, что ни в коем случае отныне никакой костёл не может появиться на территории православной епископии. Ни один православный храм не может быть превращён в католический костёл, ни всех захваченные, переведённые в католицизм, значит, православные церкви должны быть из католицизма возвращены обратно в Киевскую метрополию. Ну, а вот я даю только одну цифру, только в одной подволе в 18 веке возникло только монастырей 648 и церквей, это было в 25 раз больше, чем за предшествующие столицы. И развернулась активная миссионерская деятельность на украинских территориях. Ну, а с другой стороны, конечно, после перехода трёх епископов Львовского братства и даже Почаевского лавра знаменитой потом своими такими твёрдо-консервативными, такими иногда очень тяжёлыми позициями, когда уже была часть Украины присоединена к России в конце 18 века. Вот после этого, конечно, православная церковь оказалась выше степени славы положения. Я привожу пример Сейма 1732 года. Я вот не знаю, на этом сейчас... Да, вот если можете вот дать внизу нашей страницы, вот с 1732 года точнее Генеральная Федерация, Конфедерация запретила православным организовывать публичные религиозные процессии, в том числе хоронить надо было теперь не публично, потребовало от них участвовать в католических публичных церемониях. Но, в принципе, то же самое, что происходило в это время, например, во Франции, тогда, когда Людовик XIV отказался от Нанского эдикта в 1685 году, и все протестанты должны были непременно принимать участие в католических церемониях и так далее. То есть здесь не было ничего особенного. Ну, и с другой стороны, это все сопровождалось по-прежнему, сейчас, конечно, в меньшей степени, до Калиевщина, до восстания 1768 года, столкновениями. Я привожу тут буквально один пример, вот шлихетский отряд с немыслимой жестокостью, если можно дальше немножко провернуть. Да, вот, немножко дальше. Вот, значит, с немыслимой жестокостью расправился с церковным старостью Милеевской церкви Даниилом Кушниром. Согласно показаниям свидетеля, Кушнир был привязан к деревянному кресту, рук его были обмонуты пакли, и потом сожжены локтя. Вслед за этим была отрывана голова и оставлена на поле, а тело было сожжено. Ну, и были другие случаи такой мученической казни. Я только хочу лишний раз сказать, что в этом нет, к сожалению, ничего удивительного. Единственное, что здесь отчасти удивительно, то, что это уже происходит во второй половине 18-го века, а не в середине 17-го века. Но, в принципе, чудовищными вещами, в частности, во Франции, по которой мы обычно думаем, что там все было очень спокойно, гладко и так далее. Ну, и, соответственно, тогда, когда происходили восстания православные, в частности, Калиевщина, или вот восстания, которые были на рубеже 18-го и 17-го веков, вот происходило то же самое со стороны православных, когда было движение гайдамаков. Но особенно, конечно, суровыми были действия восставших во время Калиевщины, знаменитые 1768 года, я хочу подчеркнуть, что, значит, если можно, даже дальше немножко. Да, да, ну вот, да, что, значит, восстание Калиевщины было подавлено российскими войсками, а не, значит, польскими войсками. И после этого пошел, стал подготавливаться, значит, первый раздел речи посполития. В 1768 году, который немножко, можно выше, Иван, наоборот, вот теперь, значит, вот там, где у меня упоминается Галиция в плане. Вот где-то здесь, кажется, здесь так мелко, вот-вот, Галиция. Вот, в 1768 году, значит, когда Россия активно вмешалась уже в польские дела, и были гарантированы кардинальные права, в том числе, значит, свобода православная, значит, формально православные были уравнены с католиками, но потом начинается большая драма после первого раздела, второго раздела, третьего раздела. Ну, иногда говорят, что это насильственный перевод православных в унию, на самом деле, много источников показывают, что этот переход был ненасильственный, а были случаи насильственные, были случаи ненасильственные. Как ввести пропорции, я не знаю, просто мы возвращаем еще раз, что были огромные драмы. И вот дальше я обращаюсь к вопросу, который касается влияния греко-католической церкви на историю Украины. И тут вот самое главное мы должны понять, греко-католическая церковь становится католической церковью данного региона с некоторыми особенностями, в частности там с разрешением священникам быть женатыми и с сохранением обрядовых особенностей некоторых и так далее, сохраняется полнославянское язык в благослужении. И это все вот подкрепляется так называемыми язефинскими реформами, когда Иосиф Второй и Мария Терезия, они решили поддержать активно греко-католическую церковь, потому что вот в Галиции, то есть присоединенные в это время после первых разделов к Австрийской империи земель речи посполитой население было когда-то православными, сейчас оно униатское, и соответственно униатской церкви здесь дали тот же самый статус, что католической церкви, церковь стала называться греко-католическая, а униатство и католицизм или католицизм восточного обряда примем более-менее современный облик. Но в данном случае я просто хочу подчеркнуть, что это было завершением того, что до этого отмечало драматические отношения между греко-католиками и католиками, уже не православными, а греко-католиками. Это лишний раз напоминает нам, что греко-католики, вот униаты Речи Посполитой в 17-м и большей части 18-го века оказались как бы зажаты между двух огней. С одной стороны католическая церковь, польская и вообще католическая церковь, хотела бы, чтобы просто греко-католическая церковь, униатская церковь стала просто нормальной католической церкви. А с другой стороны Православные ненавидели их по-прежнему за то, что они там изменники и так далее. И вот достижением австрийского правительства в этот момент стало то, что католики, грек-католики, вернее, униатское духовенство и католическое духовенство были уравнены в правах. Ну и вот тут надо вспомнить, что в 1975 году была открыта семинария для грек-католического духовенства. Он существовал до 1984 года. Потом ему на смену пришла семинария во Львове. На базе этой семинарии был открыт Львовский университет. И, соответственно, в этих университетских курсах какая-то часть была ориентирована специально на подготовку духовенства студиум Рутенорм. Это существовал до 1809 года. Преподавание велось на языке Рутенской церкви. А потом уже создавались отдельные семинария. Ну и, соответственно, вот в результате политики Австрийской империи Габзенова грек-католическая церковь обрела прочный фундамент, стала в течение XIX века действительно главным оплотом западноукраинской культуры, национального самосознания рутенов или русинов. Они все назывались рутенами и русинами вплоть до 60-70-х годов XIX века. Вот в пределах Австрийской и потом Австро-Венгерской империи и основы национального движения. Я вот на этом остановлюсь, потому что очень, конечно, любопытно, как вот это духовенство порождает в 30-е и 40-е годы XIX века того, что называется национальное пробуждение. Создателями этого национального пробуждения были три семинариста. Маркиан Шавчевич, который очень рано умер, Иван Вагилевич и Яков Головацкий. Яков Головацкий в том переехал в Петербург и стал, в общем-то, таким, то, что называется, общероссийским националистом. И приблизительно такую же позицию, насколько я помню, занимал Иван Вагилевич. Но в данном случае нас интересует то, что было в 30-е годы, в 40-е годы. Они выразили вот эти рождающиеся национальные устремления западноукраинских территорий, западноукраинского населения. И стали, ну, одними из тех, кто создавал постепенно то, что называется украинское национальное движение. Во время революции 48-го года, во время так называемой весны народов, да, была создана так же, как в других местах, как в Чехии, в Хорватии, значит, были созданы такая главная русская рада. Она была возглавлена именно епископом Григорием Никимировичем. И, соответственно, с этого момента, Иван, если можно на самый последний пункт перенести, на седьмой, да? Вот, с этого момента, значит, греко-католическая церковь становится вот уже твердо, твердо таким оперившимся, твердо вставшим на ноги оплотом украинского национального движения в западной части Украины, в том, что мы начинаем галиться. Ну, и у меня были данные еще насчет второй половины 19-го века, но это было бы слишком много, насчет начала 20-го века это тоже было бы слишком много. Вот, я только хочу главное сказать. Вот тогда, когда мы отвечаем на вопрос о том, что же такое влияние греко-католической церкви на украинские и белорусские земли в 17-м, и особенно в 18-м, 19-м веках, вот в случае с Украиной мы должны понять, что это был едва ли не главный фактор, который превратил Украину в то, что Самуэль Хансингтон, знаменитый геополитический political scientist, называет torn countries, разорванные страны, да? То есть, такая страна, такие страны, в которых сосуществуют две очень существенные разные культурные традиции, да? Ну, и, соответственно, все, что мы, в общем-то, наблюдаем уже в 20-м веке, и до сих пор наблюдаем, и сейчас наблюдаем, это противостояние западной Украины и центральной Украины, а уж тем более западной и восточной Украины, западной и юго-восточной Украины, в конце концов, действительно, без преувеличения, может быть объяснено в частности тем, что вот здесь такую ткань жизни составляют приходы, а в приходах ткани, это их прихода, составляет, соответственно, греко-католическое духовенство, и, соответственно, вот этот локальный вариант католицизма делает из культуры западной Украины, из культуры Галиции другую, в общем-то, культуру христианскую, чем культуру остальной части Украины, ну и не только христианскую, но и вообще во многих основаниях, во многих отношениях другую. Но я не буду, конечно, развивать этот сюжет, но, в общем-то, проиндустрировать его можно тем, что если вы из России приезжаете, например, в Польшу, вы понимаете, что одно дело быть страной с католической культурой, как Польша, а другое дело страной с православной культурой, как Россия, если даже так сильно прошлась по православной церкви, по православным традициям, это волна сталинских репрессий. Если вы переезжаете потом, скажем, в Германию, оказываетесь в протестантской части в Германии или в Швейцарии, вообще, вы же с этим знакомиться, вы понимаете, что быть протестантом – это не то же самое, что быть католиком. Соответственно, вот самая главная роль, я суммирую о том, что говорил, самая главная роль сыгранная греко-католической церковью в истории Украины и Беларуси – это вот создание иной субкультуры, и в данном случае речь идет именно о субкультуре украинских земель, потому что, как вы знаете, Белоруссия, в которой тоже была создана вот эта католическая субкультура в течение 17-18 веков, с меньшими драмами, чем в Украине, поскольку Белоруссия оказалась в составе Российской империи, и католическое, вернее, православное духовенство и православные власти, особенно после Павла I, после Александра I, оказали очень сильное воздействие, сильное давление просто на грехов-католиков, и, соответственно, в 1839 году Полудский собор, собравшегося униатского греко-католического духовенства, главе с епископом Иосифом Семашком, заявили о распуске униатской церкви, значит, церковь стала снова православной, и, соответственно, вопрос об этом воздействии специфических католических, униатских католических черт на развитие Украины в сравнении с Россией, он отпал. Хотя, конечно, субстрат, никто об этом не спорит, субстрат какой-то оставался и греко-католическим, и само православие, которое утверждается в белорусских землях, значит, в середине второй половины XIX века, это не совсем то же самое, что православие, скажем, Воронежской области, или Курской области, или там, Русского Севера и так далее. Ну и завершаю я перед тем, как, может быть, будут вопросы, я буду на них отвечать, вот подведением итогов, почему же столько драм и конфликтов в истории отношений православной, католической, греко-католической церкви в истории Украины и Белоруссии. Но я здесь еще раз хочу подчеркнуть, что ничего исключительного тут нет. Украина и Белоруссия проходят в это время через полосу религиозных войн, религиозных конфликтов, через какие прошла Центральная Европа, Франция, Англия, Нидерланды, и которые были, даже Австрия, на самом деле, мы об этом не знаем, насколько сильно было влияние протестантизма, Словения, где было очень сильным тоже влияние протестантизма, а потом это все было смятено католической контрреформацией. То есть, вот Украина и Белоруссия прошла в результате Брестской унии через полосу религиозных войн. И мы на это смотрим, но нейтрально в том смысле, что вот это случилось. И главный вопрос, конечно, дальше состоит в следующем. А почему эти религиозные войны все-таки случились? Представить себе, что эти религиозные войны были бы, происходили бы, если бы не было Брестской унии, ну, совершенно невозможно. Поэтому, возвращаясь к такому мрачному, надо сказать, вопросу, в какой степени Брестская уния, к сожалению, породила раздоры в истории Украины и Белоруссии, породила эти религиозные войны, но, к сожалению, надо констатировать, что, конечно, это не такая непричинность, если есть ни одно вытекает из другого, а корреляции, корреляции соотношений между тем, что произошло в конце 16-го, начале 17-го веков, и тем, какие происходят потом на протяжении 17-го и всего 18-го веков конфликты, эти очень твердые корреляции. Да и в этом отношении, конечно, Брестская уния, к сожалению, сыграла такую довольно тяжелую роль в истории Восточной Европы. Ну, и если бы у нас была более такая академическая среда, я бы дал соответствующие ссылки, которые показывают, что это не мое мнение, не только мнение там иезуита Заленского, который вопрос ставил в конце 18-19 века, но это мнение такого признанного авторитета в области изучения греко-католической церкви, унианской церкви вообще, как Эрста Христофора Зуптнера, профессора Венского университета Ханны Дуренговой, ну и других авторов Викторио Перри, например, в Риме, долгое время бывшим хранителем греческих выпущей Рима. Ну, это, в общем, такая вещь, которую трудно, конечно, трудно отрицать. И она, конечно, такая констатация, входит в коллизию с нашей исторической памятью. Нам, особенно тем, кому дорога, скажем, униатская традиция, кто считает, что возможно построить такую церковь, которая будет одновременно и православной, и патолической, вот, конечно, может быть, тяжело, обидно будет выслушивать такие суждения, но, с другой стороны, нам надо найти квалификации для тех конфликтов, которые происходят в украинских и белорусских землях после Брестской унии, и, в общем-то, иной квалификации, как религиозные войны, найти сложно, а религиозные войны совершенно не были подготовлены тем характером отношений между православными и католиками, которые были в XVI веке. То есть, действительно, получается, что Брестская уния, как такая cultural misunderstanding, как вот это взаимное непонимание двух культур, обернулась очень тяжелыми последствиями для Восточной Европы. Вот на этом я завершил свое выступление, и с удовольствием, если, значит, будут вопросы, отвечу. — Михаил Валимович, спасибо вам большое за столь глубокий, интересный рассказ. Несколько вопросов я тогда вам сейчас задам от своего лица и от лица наших зрителей. Во-первых, правильно я понимаю ваш вывод, что Брестская уния — это как раз тот самый случай, когда благими намерениями была выложена дорога в религиозный такой ад, скажем так, в такие конфликты кровавые и жестокие. — Ну, Иван, вы знаете, этот вопрос вы формулируете еще более резко, уж прям так резко, что прям, не дай бог, чем я. — Мы не хотим обеять представителей. — Нет, я понимаю, конечно, да, я тоже преувеличиваю немножко. Ну, понимаете, ну, я не знаю, как иначе интерпретировать то, что происходит в 17 веке в украинских и белорусских землях, кроме как отклик на вот это, в общем-то, трагическое событие, а не такое неблагостное событие, которое произошло в конце 16 века. Вот, и это действительно в каком смысле урок, да, потому что, да, когда вот мы имеем дело с разными культурами, и эти культуры одна имеет огромную власть и хочет доминировать, не понимая другую, а другая слабая, но поступаться принципами тоже не хочет, потому что для нее это очень дорого, для нее это identity, да, это очень хороший урок, потому что это урок, касающийся того, например, что такое нынешнее взаимоотношение западного мира, например, и Китая, или западного мира и исламского мира, да, или, соответственно, того, что происходит в, значит, происходило в отношениях между СССР и Западом тоже, может быть, в отношениях нас, нашего СССРовского опыта и исламского культуры, значит, на территории СССР. Ну, то есть, действительно, вот мы имеем дело с таким громадным вопросом, что такое эвентуальные последствия того, что культуры слишком разные, и когда они пытаются друг с другом сойтись, вот к каким вещам эта разница в культурах, притом, что одна, я еще раз говорю, хочет доминировать на другой все-таки, история Брестской унии, это история того, как католическая церковь хотела, безусловно, просто превратить Киевскую митрополию в часть католической церкви, да, и вот это привело к таким последствиям. В этом отношении с вами, наверное, можно согласиться, хотя уж слово «ад» я бы, так сказать, может, не употреблял бы. И возник вопрос также о людях, которые меняли свою позицию. Вот вы сказали о князе Константине Острожском, да, сначала был сторонником унии, потом стал ее резким противником. И когда я готовился к нашей встрече, я с удивлением для себя узнал подробности, да, о Милетии с Матрицком, что это был такой человек, как бы один из лидеров противников унии, который писал огромное количество текстов, защиту православия, считался лидером, потом он изменил свое отношение и стал униатом. Как объяснить вот эти удивительные мнения? Это очень важный, очень резонный вопрос, такой очень действительно важный, просто релевантный вопрос, и в том, что касается Милетии с Матрицком, и в том, что касается Константина Острожского. Вот Константине Острожскому очень действительно симпатично то, что вот у него есть такое послание, по-моему, к Ипотею в 1593 году, где он говорит, да, я за унию, но уния должна быть такой, чтобы мы вместе православные католики собрались бы, вот, значит, на собор, решили, как нам объединяться и поправили бы некоторые нехорошие вещи, которые существуют в нашей общей церкви, православной церкви. У него были какие-то такие, отчасти такие реформационные, реформаторские наметы. И, в общем-то, почти бесспорно, что драма дальнейшая состоит в том, что уния оказалась совершенно не такой, какой ее видел Константин Острожский. И, конечно, поэтому Константин Острожский стоял вот как очень могущественный магнат, и он действительно позиционировал себя и признавался тогдашним общественным мнением, как лидер русского народа Речи Посполитой, в общем, да, такой некоронованный король православного населения Речи Посполитой. И поэтому для папства, для католиков было невероятно важно добиться того, чтобы Константин Острожский перешел бы на сторону, а уния не перешел. И когда он умер в 1613 году, наоборот, вот, сравнительно недавно, Анатолий Аркадьевич Турилов, ну, правда, как не меня, он уже 25 лет назад, по-моему, нашел письмо Константина Острожского в Рим, то есть не в Рим, а в Москву, где он говорит о том, что унию надо, значит, скорее ликвидировать, что сами католические еписки готовы перейти в православие, вообще нужно, чтобы поскорее бы здесь установилась врать, грубо говоря, московского царя. Из этого мы переходим к такому сюжету, как связь между этими религиозными коллизиями и политическими переменами, в том числе к вопросу о том, в какой степени Брестская уния стала воленс-ноленс фактором, в общем-то, очень сильно подталкивавшим украинские и белорусские земли к переходу под власть на московских царей. А что касается Милетия Сматрицкого, то этот персонаж драматический, но несколько другого рода, да, вот он был очень образованный человек, собственно, происходивший такой образованный, видимо, в семье, значит, украинских и белорусских земель, его отцом был Герасим Сматрицкий, который был одним из деятелем Острожской академии, да, видимо, до этого был еще другой книжный деятель, который тоже был, значит, отцом уже Герасима, да, то есть это вот такая, так сказать, лучшие слои, то, что можно сказать, украинской интеллигенции, да, и ему кажется очень досадным, это достаточно хорошо видно, есть прекрасные и старые исследования, по-моему, Милетия Сматрицкого, вот ему кажется, вплоть до, значит, 620 года, что надо всячески бороться вот за сохранение православной церкви, и он оказывается вот одним из центральных персонажей после того, как Феофан, Иерусалимский патриарх, восстанавливает, соответственно, иерархию в 1620 году, да, но потом наш Сматрицкий вот переживает вот эту невероятную драму, ему хочется, чтобы образовался мир, да, он верит в то, что возможен компромисс в том смысле, что некоторые такие драконовские условия Брестской унии, как они были продолжительны в 1696 году, будут пересмотрены, да, а католическая церковь, Рим, прежде всего, Рим, среди католических вот действий, в Сверске, там есть люди, которые говорят, ну, надо на уступки пойти, иначе все погибнет, да, но в Риме, так сказать, уперлись и сказали, что нет никаких совершенно... Ну, а Милетис Сматрицкий поехал, вот, как я упоминал, с визитом в Константинополь в середине 20-х годов, да, и когда он приехал в Константинополь, тоже вот заслуживает совершенно особой, такой почти экономикографической саги, да, он обнаруживает, что Кирилл Лукарис в Константинопольском патриархе того времени, который неоднократно был смещен, потом возвращался, а в конце концов за его сношение с западными державами был казнен, и его прах был, его тело было сожжено, а прах был рассеян над Барданеллами, да, вот, над Мраморным морем, да. Вот, он обнаружил, что, значит, Милетис, что Кирилл Лукарис фактически кальвинист, да, и сейчас мы, в общем, точно знаем, благодаря находкам, значит, такого немецкого исследования Гуннера Геринга в швейцарских архивах, что он действительно был, в общем-то, кальвинистом, таким скрытым кальвинистом, да. Ну, есть большая драма относительно того, что Кирилл Лукарис постоянно писал письма в Москву, и сейчас их публикует, собирался публиковать Борис Лович Фонкич, наш замечательный грецист, и он, когда выступал на колокольных, на наших, он говорил, ну, не может быть, чтобы вот такой человек стал бы протестантом, но с другой стороны, вот, здесь это коллизия, да. Ну, и, соответственно, наш милетис-матривский перерыв в Константинополь чувствует, что, а, здесь надеяться не на кого, потому что огромная власть султанов, вообще все дела в беспорядке, потому что есть какие-то оздоровительные тенденции, да. Кирилл Лукарис скорее протестант, чем православный, но надо понять, что это такое для, соответственно, верующего человека того времени, вот. Ну, и после этого он как раз возвращается, да, пытается, значит, в очередной раз продвинуть идею компромисса, пишет сочинение о различиях между восточно-западными церквами, где ищут компромисс. Его отвергает это сочинение, значит, казаки и светская часть православных, и духовенство значительная часть. Его заставляют во время одного из соборов в Софийском соборе, собрания одного из соборов в Софийском соборе в Киеве, топтать ногами им же написанное сочинение, и угрожают ему бросить его просто, значит, в Днепр за то, что он становится латинином, да, что он переходит на ляжские пути. Вот, и, впоследствии, он становится в эти годы, в определенной последовательности, он сесть в отчаянии, в общем-то, в отчаянии, он становится грехокатоликом, пишет такое покаянное письмо папе. Ну, а потом тогда, когда вот мы смотрим на последующего контакта, есть основание говорить, что он переживал чудовищную драму, чудовищную драму, так сказать. Он фактически уже готовился к смерти, да, от того, что вот все обернулось так, как обернулось. То есть это еще один эпизод из того, что невероятно драматически складывается судьба христианской культуры и убежденных верующих людей в эпоху религиозных войн. Как это тяжело у нас. Вот так бы я ответил. Спасибо большое за ответ, исчерпывающий, на мой взгляд. Спасибо огромное. И задает наш зритель вопрос, можете ли вы рассказать, где униатские священники получали свое образование, то есть где они обучались? Ну, униатские священники, значит, обучались в целом ряде сначала, до того, как были созданы, собственно, униатские семинарии, да, они обучались в южуистских коллегиумах в Центральной Европе. А потом был еще такой, значит, специальный коллегиум для, значит, особенно продвинутых униатских священников, Афанасьевский, потом Григорианом, так называемый, в Риме, да. Вот. Ну и кроме того, тогда, когда вот греко-католическая церковь уже встала на ноги, вот наряду с этим, со времен как раз вот Ипатия-Потия, то есть второго митрополита, и потом Иосифа Верамина Рудского и его преемники, они создают всеми силами семинарии в украинских и белорусских землях. И, опять-таки, там драма дальше состоит в том, вот эти семинарии должны учить будущих священников как? Полностью на католический манер или должны сохранять настолько, насколько возможно, специфику православных традиций. То есть, вот начиная с Иосифа, с Ипатии-Потия, вот наряду с этими зарубежными, значит, вояжами учебными, вот есть еще возможность получать это образование, ну, дальше все не пересекает просто, какое качество образования. То есть, приобщаться к грамоте, приобщаться к чтению служебных книг, к толкованию, к проповеди, значит, в украинских и белорусских землях. И Асапат Кунцевич был самоучкой, кстати. Вот он, значит, у него там известно, что у него были связи, он вообще вначале был очень убежденным православным, даже и сихастом, кажется. Ну, вот, а потом, значит, почему-то перенемен взгляды, значит, у него было сильное влияние, я сейчас не помню, как его фамилия. Вот, но это был самоучка, в общем, талантливый самоучка. Он, насколько я помню, ни в какой, значит, еще в семинаре не учился. Ну, вернее, как учился, так же, как учились другие православные священники в это время, начиная там вот, то, что они вместе стояли с батюшкой во время богослужения, запоминали, потом их учили грамоте. Ну, так как вот это вот происходило обучение православного духовенства повсюду в православном мире Восточной Европы. Наталья Владимирович, Вы во время рассказа своего упомянули, что Почаевская лавра тоже перешла в Унию. Можно рассказать об этом поподробнее? Я об этом никогда не слышал. Ну, Почаевская лавра тогда, в 1712 году, кажется, перешла в Унию, потому что на Волыне, так сказать, она не могла не перейти. Какова была дальше судьба Почаевской лавры вот в этот период между 1712 годом и тем временем, когда она оказалась в составе Российской империи? Я, честно говоря, не знаю. Надо просто погуглить то, что называется, и все станет известно. А когда восстановилась здесь, соответственно, власть православной церкви, то Почаевская лавра, тоже не могу сказать, в какой день, в какой момент, перешла снова в православие. Но насколько вот тогда укоренились в Почаевской лавре, собственно, какие-то католические традиции, я не знаю. Тут нужно только одну вещь такую интересную упомянуть. Вот в начале 17 века и вообще на протяжении всего 17 века, насколько я могу судить, Почаевская лавра оставалась таким действительно оплотом, особенно в первой половине православия. И там был такой архимандрит, его в железо, который прожил почти 100 лет. И, значит, он оставил такое сочинение, ну, фактически набор из разного рода цитат, который очень хорошо показывает, как он, его в железо, в железо оставался погружен именно в восточнохристианские монашеские традиции. Вот. Но так вот я просто признаю, что я там деталей никакие здесь сказать не могу. Надо просто... Есть старые работы, разумеется, а в Почаевской лавре тогда и в железном участке, с Хайнацкого такого. Есть потом работы, которые посвящены тому, что происходит в середине второй половины 18 века и в первой половине 18 века. Ну, а потом, когда уже мы Почаевскую лавру имеем в 19 веке, в России особенно во второй половине 19 века, это уже совершенно другой, конечно, калинкор. Можете ли поподробнее сказать о конфликте между украинским, лучше сказать, наверное, православным епископатом Речи Посполитой и церковными братствами? Что это вот такое? Потому что об этом мало. Это отдельный такой сюжет. Он, с одной стороны, вроде бы очень рафинирован, очень специальный, очень узкий, а с другой стороны, очень важный. В том смысле важный, что братство благочестия, как объединение мирян, они, в принципе, существовали на неформальной такой основе. В православном мире не так, конечно, ясно выражены. В позднее средневековье, раненое время они существовали, как братство почитания иконы той или иной в Византии. Но это не было таким явлением, широким, важным, как это было в католической церкви. Они существовали, соответственно, в украинских и украинских землях. А потом самое лучшее введение в эту проблематику – это и старая книга Ярослава Дмитриевича 1966 года, и потом его книга 90-х годов, которая называется «Volentary Brotherhoods», «Добровольные братства», как раз обо всем братском движении. И она, видимо, она доступна и по-украински, и по-русски, насколько вы знаете. Ну и вот Ярослав Дмитриевич и другие историки знают, что в конце 70-х годов начались какие-то перемены в жизни православных приходов, в том числе в том, какую роль играют миряне, и в том, как они видят братство. И вот в братствах самих производится некая реформа в 1586 году при поддержке Константинопольского патриарха Иеремии, как ни странно. Универоятно интересная тоже история, потому что Иеремия в это время практически постоянно во время своих приездах в Россию через Украину и возвращения, он, причем у него было два проезда, насколько я помню, он поддерживает братство как бы против духовенства. Братства должны быть той основой, на которой строится православная церковь, что очень странно, конечно, очень интересно. Сейчас есть, кстати, новые исследования по Иеремии, в частности, на такого румынско-французского коллега Дана Морисаны и других. Вообще, исследования особо ведутся, что такое православное духовенство, балканское, икорическое, в конце XVI века, как это связано с постановлением Московского патриарха в 1589 году. Ну и вот, соответственно, эти братства реформируются, и в данном случае, какова бы ни была роль Иеремии, они заявляют о том, что у них есть определенное видение того, как дальше развиваться православная церковь. И это видение очень странное, потому что у них эта концепция строится на том, что церковь есть столь же, разумеется, это евхаристическое, историческое и мистическое тело Христова. В этом теле Христовом церковь представляют столь же миряне, сколь и духовенство. Ну и поэтому были такие тенденции еще в конце XIX века, и потом в эту эпоху Ярослава Дмитриевича Исаевича видеть в братствах такой протестантизм на украинской и белорусской почве, или наоборот, там контрреформацию на украинской и белорусской почве, когда, значит, с реформационными движениями борются миряне. Но так или иначе, что очень важно, вот здесь оказалось возможным сказать, мы миряне, мы миряне, да, и есть вот главная основа церкви. То есть мы вместо того, как мы это видим, католическая церковь на Западе, где, значит, в соборах может участвовать только духовенство, где вот церковь в видимой своей части – это духовенство, прежде всего белое и черное, как мы выражаемся, да, а миряне – это второстепенный корпус. Здесь, значит, речь идет о том, что они говорят, что мы есть столь же важная часть церкви, как духовенство. То есть с точки зрения экклезиологической, с точки зрения вот этой экклезиологической превращающейся в культуру приходов, это невероятно важная вещь. Вот мы можем с вами, Иван, представить себя, мы с вами мирянь, да, в 80-е годы. Иеремия приехал, говорит, ребята, Иван, Михаил, давайте, вы здесь будете всей церковью командовать. Мы говорим, о, здорово, ну как это так? А он скажет, а я вам объясняю, что церковь на самом деле – это не только духовенство, может, даже не столько духовенство, но и мирянь. Мы с вами воспламеняемся, говорим, как здорово, да, и давайте выводить церковь из кризиса при помощи мирских же братств. И мы дальше идем проповедовать эту идею Константину Астрожскому, его Пскомуину Тушкевичу, там многим другим, говорим, Рышену войне такой, ну, магнатам белорусским, мы говорим, ребята, помогите нам, мы хотим вот реформировать церковь, поддержать ее, реформировать в хорошее смысло, значит, вот, не заводя протестантизм, поддержать церковь хотим, вот, как мирянь, да. Ну, и вот рождается это невероятно интересное явление, это мирское движение. И, собственно говоря, вот тогда, когда появилась инионная инициатива, июня 1590 года, речь стала о том, в частности, это довольно хорошо видно по источнику, что епископы говорят, ну, так дальше продолжаться не может, да, мы должны, так сказать, вот нормальную церковь иметь, как потом сказал один из греко-католиков, что такое как-то церковь здесь, значит, нон натуралитар, в общем, я напровождаюсь, нон натуралитар, да, значит, так же говорится, нон клерус популюм, я забыл, как быть по-латине, да, сет, сет, да, нон клерус популюм, сет, популюс клерум диригит, да, это ненормальная ситуация, говорит он, что такое здесь, вот, здесь не как полагается, чтобы духовенство управляло народом церковным, а если народ церковным управляет духовенством, это очень хорошо переданный конфликт, да, и, соответственно, это лишний раз делает невероятно вообще интересным все, что касается православной культуры украинских и белорусских земель, вот в 16-17 веках, невероятно интересный сюжет, у нас, к сожалению, он мало исследуется теперь, революция исследовалась, потом у нас были такие активные попытки, вот 90-е годы это исследовалось, я был очень счастлив, когда вокруг меня сложился целый семинар, который вдруг захотел, все захотели заниматься вот украинской, белорусской религиозной историей по каким-то причинам, там, в начале 90-х годов тяжелые времена были, и, одновременно, было много энтузиазма, вот, но потом это немножко, так сказать, охолонуло, вот, но, в принципе, это все невероятно, конечно, интересно, что происходит в украинских и белорусских землях, поэтому я и вот говорю, что если мы будем это изучать, мы обнаружим некоторые невероятно интересные особенности в том, что такое восточно-христианская традиция, в том, что такое западно-христианская традиция, и, соответственно, вот то, о чем вы спросили, а именно этот конфликт братств и духовенства, духовенство, на мой взгляд, это явление так называемой православной конфессионализации, то есть тогда, когда какая-то часть интеллигенции, духовенства, вообще мирян, говорят, мы хотим быть по-настоящему православными и хотим задуматься над тем, а что значит быть православным, и приходят они к выводу, что, во-первых, православная церковь должна быть боевитой, а, во-вторых, православной церкви, раз духовенство слабое, нужно вот брать власть в каком-то смысле в свои руки, и они при этом не протестантами становятся, они считают, что мы вместе с Анном Златоустом, Василием Великим, вместе с другими традициями, мы говорим, что церковь – это прежде всего миряне и помогающие им духовенство, а не наоборот. Вот это подоплека, по-моему. То есть это берет свои корни, в первую очередь, от Константинопского патриарха Иеремии, получается? Ну, в таком, ну, как вот, тогда, когда решения какие-то принимаются, ну, понимаете, вот, я не знаю, там, возьмем там какой-нибудь, я не знаю, Дональду Трампу, например, там нужно принять решение начинать санкции против Северного потока, давай или не начинать, да? Это кто-то виноват в том, что санкции идут. Дональд Трамп, ему это в голову втемяшилось. Или целый, значит, американский эстеблишмент, который говорит, Дональд, давай, иначе Европа будет зависима, значит, от России, это никуда не годится. Кто это? Я? Там, ну, факт. Я думаю, что на самом деле там, ну, я не буду в детали выходить. Иеремию, во-первых, немножко обманули, видимо. Это нас очень несущественно, да? Но, видимо, этот обман не противоречил его воззрениям на вещи, хотя про Иеремию мы пока вот, Марс тоже знает, потому что, я упоминаю, говорят, еще новое исследование, а до этого было исследование такого грека Андрея Барковского, я не знаю, он опубликовал книгу или нет, он когда-то выступал на семинаре. Вот, дело тут не в Иеремии, а дело в том, что вот сами миряне, они манипулируют, в каком смысле, Иеремией, точно так же, как там какой-нибудь там американский вот эстеблишмент и те люди, которые хотят непременно продавать, значит, разрушающий для природы сланцевый газ, сланцевую нефть, перевозя его через океан Атлантический. Двойная выгода. С одной стороны, значит, деньги, и мы все идем как... А с другой стороны, можно, значит, раздавить конкурента, а именно Газпром нет. Вот точно так же здесь, значит, интереснее всего то, как здесь сами миряне в украинских, белорусских церквах, в приходах это думают. И вот в этом отношении, я еще раз подчеркну, если есть желающие, среди наших немногочисленных случаев, слушатели, которые говорят, «Ох, интересно заниматься украинской, белорусской церковью, вот надо действительно заниматься». Михаил Вадимович, наверное, последний вопрос. Да. Сегодня, потому что... Да, да. Очень интересная тема и глубоко есть о чем задуматься. Но вот такой вопрос подошел. Вы сказали о учении о первородном грехе, который был принят на Тридентском соборе, и что, как я понимаю, не хотели принимать представителей? Они должны были хотеть. Я думаю, что я улавливаю смысл вашего, Ивана, вопроса. Но если вот евентуальные слушатели, я сейчас когда-то вот этим заинтересуюсь, у меня есть по этому поводу небольшое специальное такое выступление на постнауке. Казалось бы, такой очень специальный сюжет, но есть. Именно о первородном грехе, потому что я там выступал по другому сюжету, и меня попросили, не могу ли я выступить по первородному греху. Я, разумеется, не богослов ни в коем случае, ни на что такое не претендую. Более того, я там не религиозный философ, я не знаком ни на как обрядов, ничего. Меня интересует вот то, как христианство вписывается, устраивается в жизнь прихода. То есть, это называется социальная и культурная история христианства. Но дальше вот мы задаемся вопросом. Вот православный человек, скажем, в Новгороде в 15 веке в Велина Марфа Посадница. И, скажем, католический человек или священник или нет в Париже после окончания Столетней войны. Вот насколько они по-разному, совершенно не зная друг друга, конечно, понимают, что такое греховность человека. Ну и дальше начинается невероятно, конечно, интригующая вещь, которая в двух словах может быть связана с введением к следующему. Учение западное о природном грехе специфически западное. Оно не является общихристианским. Это специфически западное августиновский характер в учении о природном грехе состоит в том, что человек с Адамом связан не только тем, что он стал смертен и слаб, подвержен греху, но и тем, что он несет в себе грех самого Адама с момента рождения. Там возникает сложный вопрос насчет того, как понимать крещение и так далее. Ну и дальше, соответственно, выстраивается многовековая такая традиция интерпретации того, что такое греховность человека в связи с тем, что в каждом из нас, вот Михаиле Дмитриеве, значит, в Ване Риделе, да, как только вас принесли на третий-четвертый день крестить, вам католический священник может сказать, ребята, сейчас мы, конечно, устроим ему такую ремиссию пикатором на какое-то время, но потом, поскольку все равно его ликвидировать невозможно, первородный грех, все после семи лет пойдет опять плохо, так что он не может освободиться от первородного греха. А тот же самый вот Иван Ридель Михаил Дмитриев приходит к православному священнику в Псковщине или где-нибудь еще и говорит, объясни мне вообще, как я связан с Адамом. А византийской отцы церкви говорили, да, ты, каждый человек после Адамова грехопадения стал смертен и стал слаб. Но в тебе самом, говорил бы мне священник Михаил Дмитриев, и в твоем ребеночке или дочке или сыне никакого греха нету. Наоборот, он до семи лет не только не имеет первородного греха, а он даже грешить не может, потому что у него ничего сознательного нет. Только потом, когда он начинает становиться взрослым человеком, у него начинает действовать наряду с благой волей, которая наследовала человека в каком образе Божьем, начинает видеть вот эта испорченная воля, испорченная воля, да, но не грех как таковой. Ну и дальше, конечно, есть вот огромная тема, вот что значит для развития культур на самых разных уровнях, на самых разных уровнях. Вот два таких разных импульса. Один импульс, который говорит, знаете, первородный грех это драма невероятная, все разрушено. Из-за первородного греха вы не можете вообще стать праведным человеком, ну невероятно сложно стать праведным человеком, потому что даже вот в этом случае вы не можете от него избавиться, а уж тем более мирянин какой-то, который не монашеский, а скетер. А православный священник, самое главное, вы можете это увидеть потом, вот замечательно, насколько я так могу судить, в проповеди в религиозной культуре России, особенно глубинной России вот в 19-20 веках, православный священник говорит, да нет, ну что вы, человек прежде всего образ Божий носит, и подобие Божьем, и собственно, и это значит, в частности, как может быть образ и подобие Божий, так сказать, при первородном грехе, конечно нет, правильно, ну и дальше начинаются всякие, я бы иллюстрировал, если бы я был приходским священником или лектором в обществе знания, вот, я бы сказал, ну посмотрите, пожалуйста, почему католикам непременно понадобилось в 1854 году, по-моему, принять решение о непорочном зачатии Девы Марии, не в том, что Христос родился, разумеется, без порогов, а в том, что она сама родилась без порогов, потому что, если Дева Мария есть носительница первородного греха, то как это вообще может быть? Значит, он должен перейти на Иисуса Христа, но не может быть, что на Иисуса Христа Бога перешел бы первородный грех. Ну, собственно, обсуждение темы насчет того, что есть непорочный зачатый Девы Марии, оно происходит уже в средние века и довольно активно, насколько я знаю, особенно в Испании, в Италии, и это долгое время считается таким частным, важным, авторитетным мнением, а в 1854 году нужно уже это ввести в характер догма, как ввели характер догма. Но это просто иллюстрация нам того факта, что есть невероятно интересные вопросы, которые связывают специфику католицизма с одной стороны и специфику православия с другой стороны с теми культурами, которые развиваются или в Польше, или в Италии, или в Испании, или в Германии католической или во Франции, а с другой стороны теми культурами, которые развиваются в православной части Украины, Белоруссии, в России, на Кавказе, на Ближнем Востоке. Вот так. Спасибо, Михаил Вадимович. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Даю вам конечно выздоровления. Спасибо большое. Будем рады снова пригласить вас. Да, я с удовольствием. Надеюсь, все вживую. Да, да, если будет возможно, я буду рад. Конечно. возможность. Которую вам спасибо. Да, вы тоже не болеете. Берегитесь, да. До свидания. Я выключаю, да? Сейчас мы пожелаем нашим зрителям тоже доброго здоровья, чтобы... Да, но я еще раз скажу спасибо и вот организаторам, и зрителям, конечно, да. Вот, и хочу сделать такой небольшой вывод, мой личный, да, что все-таки узкоспециальные вопросы, да, как догматы церковные, да, или какие-то детали богослужения, они могут иметь, на самом деле, огромное значение для развития и общества, и государства, и... Я с вами полностью согласен, да, конечно. Так что, будем внимательны, будем изучать нашу историю, истории нашей. И наши христианские традиции. Да, и наши христианские традиции. И западные, и восточные. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо, да. Всего доброго. До свидания.